Долги за газ тема номер один в Орехово-Зуйском районе. Еженедельно в администрации на Октябрьской площади проходит заседание штаба, на котором подводят итоги с неплатильщиками. Когда в краны вернется горячая вода? Этот вопрос самый обсуждаемый у жителей. Четыре котельные в Орехово-Зуйском районе были остановлены из-за долгов. На данный момент задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составляет более 900 миллионов рублей. Однако страдают не только неплательщики, но и те жители, которые исправно платят. В Орехово-Зуйском районе проходят рейды судебных приставов представителей управляющих компаний и местных администраций. Однако ситуация меняется не сильно. Многие из должников ведут асоциальный образ жизни и могут прожить без света и без горячей воды. А в их квартирах уже давно нет ничего ценного. Одним из вариантов решения проблемы – переселение должников. Такие иски уже сейчас готовятся для отправления в суд. Однако среди должников есть значительная часть тех, кто финансово способен платить по счетам, но сознательно игнорирует квитанции. И мало того, он насчитал вчера порядка 14% из этого списка сотрудники наших с вами бюджетных учреждений. И стоит довести, может быть, руководителям до своих учреждений подведомственных, что просим следовательно пригласить задолженности. Давайте включим в протокол, что поручите Управлению образования, культуре, здравоохранению провести работу всем бюджетным учреждениям, провести работу с сотрудниками о погашении задолженности за коммунальные услуги. Для удобства жителей в скором времени во всех многофункциональных центрах должны появиться терминалы оплаты услуг ЖКХ. Где жители смогут без очереди оплатить квитанции, сотрудники МФЦ в этом помогут. Продолжение следует...